Здравствуйте, друзья! Ну что ж, МБА Финанс, очередной ролик с этими упырями. Давайте, как вы любите, очередной жестяк, жестячок. Людей с нежным слухом сразу пропускаем, уходим в какие-нибудь другие каналы. Здесь у нас может случиться всякое. Поэтому давайте послушаем тот самый способ общения, который заслуживают коллекторы. Итак, внимание! Здравствуйте! Здравствуйте, слушаю вас. Алло, здравствуйте! Компания, МБА Финанс, специалист административного заскания, Ирина Александровна Генщина ведется завтра разговора. Павел Николаевич, а вы? Да, простите, а вы где-то на вокзале сейчас находитесь, да? Или в аэропорту? Нет, я нахожусь на рабочем месте. Просто слышу такое ощущение, как будто вы в большом помещении, знаете, и где-то вот... Ну, конечно, я сижу в большом помещении, конечно. Не-не-не, слышно за кадром, что объявляют то ли рейсы на посадку-то. Ну, я понимаю, бесплатный Wi-Fi, бесплатный Wi-Fi может быть, да? Слушаю вас. Какой Wi-Fi, Павел Николаевич, вы сейчас о чем, я что-то вас не понимаете? Ну, просто часто звонят данных организаций из каких-нибудь... Павел Николаевич, я вам по вопросу должен заводить, что он банк ВТВ-24. Угу. Я даже не смог закончить, вы спросили, вопрос задали, я начал отвечать, а вы меня перебили. Я не задавала вопросов. Я говорю, как по поводу вас покупать звонок. Вы спросили, почему я так думаю, что вы находитесь в аэропорту с бесплатным Wi-Fi. Павел Николаевич, я начал рассказывать, и сейчас я делаю выводы, что вам не все так интересно. Ну, хорошо, давайте продолжим. Павел Николаевич, мне интересно... Да, я поняла то, что это вы. 42 900 рублей за вам числится дом по действующему потребительскому кредиту. А вы сказали, мне интересно, а что вам интересно? 415 дней. Интересно банку, Павел Николаевич, когда вы внесете оплату? А вы на хрена звоните тогда, если вы начнете? Банк-то не сомневаюсь, что вы уходите. Ну, во-первых, вы, пожалуйста, не выражаете, потому что запись разговора ведется, Павел Николаевич, которая будет оплатена на вашей кредиторе. Не, ну, просто понимаете, логика железобетонная, причем вы ее декламируете. Вы говорите, что вам не интересно, а интересно банку. Но звоните вы, а банк не звонит. Где логика? Очень нехорошо. Я представляю интересы вашего кредитора. А как? Такая логика. А почему я должен вам поверить, Павел Николаевич, почему вам должен поверить? Звонит какая-то барышня, такое ощущение, у меня постоянно с МБА финансы. Один раз мне звонила, тоже такая же, с МБА финансы, прям услышно было, посадка на поезд, такой-то, такой-то. А на раз микрофон закрыл. Я понимаю, бесплатный Wi-Fi, удаленная работа, смех, да и только. Павел Николаевич, может, вы находитесь где-то на путах, да? Я в автомобиле у себя персонала. Но вы же не слышите, вы же не слышите этих фонов. Еще я знаю, еще я знаю очень четко, что если человек начинает волноваться, он начинает часто повторять имя собеседника, то, что вы сейчас и делаете. И это подтверждает то, что вы где-то... А кто мне поверил Николаевич к вам относиться? Я же не могу вам тыкнуть. Да просто, ну нет, понимаете, если бы вы не волновались, вы бы наверняка не повторяли. Это четко зарегистрировано, задокументированный психиатрический факт. Что мне волноваться? Ну вы потому что вы пытаетесь заработать вот денег таким образом, что вы, ну вот, нашли, наверное, объявление где-то на столбе, типа, работа там, бла-бла-бла, большие деньги, да? И вот сейчас где бы, где бы, дома, наверное, родственники не разрешают, а может и денег нет на Wi-Fi, а может и студентка какая-нибудь, а может просто лимита приехала, приехала в чужой город и не знает, куда податься. Если бы, блядь, идти не хочется, она придется все равно рано или поздно. А, наверное, рожа на сдачу, да, наверное, не берет. Но это ваши выводы. Ну конечно выводы, а кто спорит? Еще и мозгов нету. Хорошо. Скажи, рожа на сдачу, да? Я непосредственно предоставляю Павелу Николаевичу свой расчетный счет, я не понимаю, вы говорите, я делаю на сдачу. Да нет, я тебе бабок, я чувствую, тебе даже на клык противно давать, наверное, да? У тебя такая рожа, наверное, такая гревая. Ты не волнуйся, ты что-то мне Павел Николаевич, Павел Николаевич, можешь Паша говорить, можешь Паша говорить. Семьдесят четвертого года рождения. Ну да. Семьдесят четвертого года рождения. Да, 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 уже взрослый мужик. Не забывай, сколько вам лет. Ну так как, что вы тогда взрослый мужик, а ведете себя как подросток? Что-то как я в душе-то молодой. Это ты, блядь, выбрала работу уже, которую, блядь, да, с нее только на кладбище или, блядь, куда-нибудь в монастырь. Если вы молодой, так идите, заработайте средства, 43 тысячи рублей, и верните средства в банк. Да тебе какая печаль, что ты спину гнешь, блядь, за чужие бабки, а скажи мне, пожалуйста. А вы почему чужими бабками пользуетесь? Почему вы, понимаете? Да потому что, понимаешь, я их взял, потратил на свое удовольствие, это нормально. А ты, блядь, даже за несуществующие бабки за чужие, еще же вопрос тебе задал. Да ты понимаешь, не уходи в дебри, я тебе задал вопрос, зачем ты гнешь силу за чужие бабки? Мне не нужно задавать вопросы, я буду вам. Когда это так? Слушай, только при одном условии, когда ты мне пришлешь сейчас физиономию свою, если ты мне понравишься, хоть немножко, хоть со спины, да конечно читал. Договор еще раз повторяю, вы читали? Да читал, читал. Он составлен вопреки действующему законодательству. В договоре очень много пунктов, которые противоречат действующему законодательству. Даже вы действующий закон нарушаете, в том числе и кредитный договор свой. Да договор не имеет права на существование в таком формате, чума. Понимаешь, я прочитал его и сказал сам себе, да ну их нахуй. За оскорбление, за оскорбление вы еще будете нести административный штраф. Слышишь, давай, там у тебя записи, я тебя ебал во все дыры, дура ты, блядь. У меня, у меня, у меня, у меня, у тебя, у тебя, у тебя, у меня. У меня, блядь, слушай, блядь, лошадь сутуая, блядь. Иди, блядь, лучше на панель, блядь, хоть пользу какую-нибудь мужикам будешь приносить, блядь. Ну куда мне сходить, это я уже сама разберусь, как бы у вас не спросить не буду. Да куда, уже понимаешь, уже даже на панель не возьмут. Видимо, у тебя рожа в пиздец такая въемная. Да откуда вы знаете, откуда вы знаете, откуда вы знаете. Сука, схалала, блядь. Ой, какие вы ущербные, блядь. Откуда вы знаете, блядь, чё, ты уже проверяла, возьмут, сказали, если чё, если не понравится, в колососах приди, приходи к нам, будем. Ну как вы же решаете, вы же, наверное, знаете? Да, да, знаю, 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 я знаю, да. Ну, ты сторони различных. Чё я знаю, ну-ка, скажи, чё я знаю? Ну чё ты? Да не волнуйся ты, не волнуйся, блядь. Понимаешь, сначала больно, а потом как стерешь. За дополнительный блядь. Понимаешь, ты блядью могла бы больше зарабатывать. Но тебя, видимо, не взяли в блядь. Николаевич, мы сейчас говорим о вашем бляде, а не о моем здоровье. Наверное, на тебя посмотрели и говорят, фу, фу, мразь какая, фу, какая ты стрёмная. Иди лучше туда, куда положено таким идти. Иди в колососах. Со мной общаться не нужно. Это ваше волновение, сейчас вам боком вылазит. Так, я не хочу боком. Ты боком любишь, что ли? Ты боком любишь? Боком, блядь. И ещё непосредственно... Собеседник. Кто собеседник? Ты? Значит, значит... Тебе надо мне просто по самые яйца воткнуть в глотку. Научитесь вести конструктивный диагноз. Услышали вы меня. Всего доброго. До свидания. Сука, тварь, блядь. Субтитры подогнал «Симон»